Как переставить быть шарашкиной конторой? Я очень сильно благодарен этому году. Нам никто не говорил, что такое независимость Казахстана. Если бы Касым Жумар Тукаев и поехал бы в Екибастус, это было бы гембо. Как вы встретили январь? Тоже кричал «Аллах Казахстан!». Почему молодых режиссеров все-таки тянет на вот такие трагические, трагичные вещи? Когда в компании произошла проблема, руководитель должен пойти на то место, где случилась проблема, разобраться и принять там решение по решению этой проблемы. Лежал в гостинице, просто плакал. Вот это непонимание друг друга уже невозможно. Есть ли у девушек шансы делать бизнес? Насколько эффективен я, насколько эффективен ей бизнес? Не забывайте проживать эту жизнь и проживать эти эмоции. Добрый день, друзья! Приветствую всех на нашем канале. Итак, мы начинаем наш очередной предновогодний подкаст «Гембо Подкаст». Прежде всего, всех хочу поздравить с прошедшим 22-м годом. Почему поздравить? Потому что 22-й год не всем людям был хорошим годом. И вообще, год такой был, год не скажу, что катастроф, но определенных социальных потрясений. Если вспомнить январь этого года, он был тяжелый для Казахстана. Далее у нас февраль, начало войны и агрессии России против Украины. Поэтому, в целом, весь год прошел под знаком конфликтов, войн и так далее. Поэтому, в этом плане, можно, я думаю, немного встрепенуться, оглянуться назад. В то же время, мы все, я уверен, благодарны за этот прожитый год. Потому что вряд ли найдется человек, который не благодарен за то, что прожил еще один год. В целом, если говорить про 23-й год, мы смотрим в этот год, конечно, с большой надеждой. Прежде всего, с большой надеждой, что над нами всеми будет мирное небо. Что все люди опять заживут нормальной, счастливой жизнью. И наши планы будут сбываться. И все придет в наше привычное, хорошее, доброе русло. Поэтому, с наступающим вас 23-м годом. Итак, начинаем наш Гембо-подкаст. И прежде всего, прежде чем, как начать этот Гембо-подкаст, я хочу сделать небольшое интро и напомнить, что Гембо-подкаст – это особый формат подкаста, при котором мы не приглашаем экспертов. Мы приглашаем просто людей, которые известны и неизвестны. Это и бизнесмены, и люди творческих профессий. Это не разговор о какой-то конкретной направленной теме. Мы будем обсуждать в целом обо всем. То, что волнует общество, то, что волнует нас, то, что сейчас в тренде. Так как этот год прошел, и перед нами Новый год, мы сегодня, конечно, будем говорить о планировании, о стратегии на 23-й год, как мы собираемся жить, как мы провели 22-й год, как мы собираемся жить в 23-м году. Поделимся с вами какими-то определенными лайфхаками, стратегиями жизни, что мы ожидаем от этого года и так далее. Это такая посиделка, между собой, где мы в простой непринужденной обстановке поговорим в целом о жизни. Теперь еще одно напоминание хотел бы сказать. Что такое гембо? Мне тоже многие задают вопрос, что такое гембо. Гембо – это взято из японской кайдзен-технологии. Это технология, которая применяется в компании Toyota. Это место, где произошла проблема. То есть, когда в компании произошла проблема, руководитель должен поднять, грубо говоря, свою задницу и пойти на то место, где случилась проблема, и глазами убедиться в этой проблеме, разобраться и принять там решение по решению этой проблемой. Это одно значение гембы, и второе значение гембы – это точка или место, где принимается решение, или точка принятия решений. Поэтому мы неспроста назвали наш подкаст гембой, и поэтому мы берем какую-то общественно значимую проблему, ставим на стол, ее разбираем и обсуждаем, как бы мы приняли решение в этой ситуации. И так как год завершается, мы сегодня решили обсудить, как мы собираемся жить в 2023 году. И сегодня у нас по традиции гости представляют сами себя. Начинаем мы слева направо по часовой стрелке. Арман, вам слово. Меня зовут Арман Тускамбаев, мне 31 год, я предприниматель. У меня шесть бизнесов в разных отраслях. Это производство и дистрибуция бадов японских, архитектурная компания. И, наверное, одна из моих известных компаний, по которой меня узнают – это часовая компания «Отан» с гербом Казахстана. Очень рад сегодня быть на гембоподкасте. Всем привет, меня зовут Дина Дауленова, мне 35 лет, я живу в Корее. Наша компания занимается экспортом корейской косметики. В Южной Корее. В Южной Корее. А то все путают с северной. Интереснее звучало бы с северной Кореей. Косметику с северной Кореей. Моя компания занимается экспортом коммунизма. Да. Я занимаюсь экспортом северной корейской рисовой косметики. Да. Рисовые тоже существуют в ингредиентах. Вот. Все? Так. Все понемножку. Если бы Косм Жумар Тукаева поехал в Якибастус, это было бы гембо? Да, это однозначно. Меня зовут Фанат Безикеев, я режиссер-документалист. У меня автор проекта «Замандас». Все, был «Замандас». Раскрой свою грудь. Вот он, «Замандас». Да, «Замандас» переводится как «современник». Да. Меня зовут Аберхан. Все знают меня как строитель эко-воркингов. Но последние два года я занимаюсь автоматизацией парковок. Я называю меня, как бы, парковщиком. Компания «Паркур». Ты не имеешь отношения к Алматы Паркингу? Нет, нет, нет. Ты, кстати, один из крупнейших. В Казахстане номер один мы. В частном сегменте. Вы занимаетесь автоматизацией парковок? Да. Кратко расскажу. У нас технологии распознавания. Мы распознаем номер, габарит, вид авто. То есть в наших парковках нет людей, нет билетов пластиковых. Классно. То есть распознается номер, заходит машина. Мобильная плата онлайн. Машина выезжает. Человек заехал-выехал. На этом все. Классно. Классно. И присутствует в Южной Америке, в Дубае. В 20 странах. Классно. Классно. Ну, мы когда приглашаем гостей на наш гембо подкаст, мы, конечно, стремимся, чтобы гостями нашего гембо подкаста были люди, которые сами по себе интересны нашим зрителям. Поэтому, надеемся, подбор наших гостей не случайен. Вы это видите. Итак, давайте перейдем. Первое. Нам нужно раскидаться и понять по 22 году. У кого что случилось, кто, как его провел, как его оценивает этот год вообще в целом. Давайте, откуда начнем. Кто, есть желающие первые, а потом все пойдем. Так. Для меня 22 год был очень крутой. Хоть он не начался с трагических событий в Казахстане. За год мы выросли 6 раз, как бизнес. И большая часть роста пришлось на вторую половину. Мы зашли на новые рынки. И для меня, наверное, был еще значим не только по результатам, а именно в собственном развитии. После моей поездки на Балхаш к вам у меня действительно произошла такая мощная трансформация. Я начал понимать глубже саму суть бизнеса. И ваш совет о переходе на корпоративное управление привело к тому, что я сейчас в компании выстраиваю такое корпоративное управление, и люди нашлись самое главное. Я думаю достижением этого года, 2022-го, это то, что в мою команду перешли топ-менеджеры очень крупных компаний из СНГ. То есть от таких больших гигантов, как Тетропак, как Текурила, Маслодел. То есть у меня в команде сейчас такие люди. Благодаря мобилизации? Не только, наверное. Не только, да. Да. Потому что мы даже по клубу увидим, видим у нас в Кайзен-клубе очень много людей приехало с Украины, например, с Чехии, ну, с Европы, с России в том числе. Ну, большая часть, у меня 70%, ну, как, 90% это казахстанцы. Это, знаешь, у меня, наверное, больше из того, что пришло понимание того, что я вот операционист, который сам все бегает и делает на своем уровне. Но вот поговорили с Марголом Колличем, у меня открылся новый перспектив, увидел, что нужно строить чуть иначе бизнес. Причем вопрос его звучал так. Марголом Колличем, как перестать быть шарашкиной конторой? Он звучал именно так. Как перестать быть шарашкиной конторой? Хотя у него большая компания при этом. И вообще… Да, я Армана узнал. Я Армана узнал по тому, что его дарили часы нашему первому президенту. Наверное, да. А еще любопытный факт про него сказать. Знаешь, что он мой хейтер? Брэ! Брэ! Ничего себе. Так что вот от хейтера… Асминурдина… Асминурдина… Так, Дина, как у тебя 22-й год прошел? Ой, боюсь даже начинать. Потому что год был достаточно очень интересный. Можно сказать, трансформативный, да? Потому что начался нормально. Но получилось так, что я начала тратить очень много денег. То есть… Так, так, так… Да. В жизни столько денег не тратила. Но получилось так, что именно этот год, познавая себя, очень много трат, которые я до сих пор остановиться не могу. Вот. Это во-первых. Во-вторых, год очень интересный. Мы в этом году разрабатывали свой бренд. Вышли, получается, вот… В течение трех лет работаем с магнитом. И привело к тому, что создали свой бренд. И сейчас получили первые заказы. Ага. Вот. Второе – это больше, наверное, познание всего. То, что я вот на наставничество к вам попала благодаря. Посетила багги-тур, где вот эта и трансформация произошла. Вот. Что-то я вроде учу зарабатывать деньги, а не тратить деньги. Ну, больше, наверное, хочется меньше работать. И больше, как говорится, наслаждаться не только деньги считать, да? Вот. В этом плане, наверное, где-то я до сих пор себя опознаю. Не могу найти. В целом, очень интересно, потому что очень много стран посетила. Японию вот с вами тоже ездили. Очень круто. В багги и слёт. Очень интересный слёт был, кстати, в Турции. Конечно, первый слёт был намного интереснее. То есть, в целом, финансы мы до конца ещё не досчитали. Но мы в плюсе. Классно. Это хорошо. А у тебя как 22-й? Ну, слушайте, 22-й год у меня, он был разным. И от отчаяния до ненависти, до любви. Хочу сказать, что я очень сильно благодарен этому году. Я искренне рад, что было всё, что в нём. В профессиональном плане я очень так же всё развиваюсь. Я сделал несколько больших документальных фильмов. Ушёл больше в продюсирование. Мы создали проект «За Мандас». Мы целый год были, ну, возможно, зрители, может, знают, может, нет. Мы были очень активны в этом году с разными кейсами. То есть, у меня проект моих современников. Я где, так сказать, документирую летопись своих ровесников, да? Своих знакомых, друзей. И я больше, наверное, ушёл в это. А я построил дом родителям. Он у меня очень много сил отнял, энергии. И я сейчас просто, может быть, в том состоянии сейчас накапливаюсь. Ну, знаете, когда… Ну, ты перечислил, слушай, накапливаюсь. Что-то не похоже на накапливаться. Ну, в плане того, что я вот достиг своей цели в этом году. И у меня нету… У меня нету никаких там, условно, сейчас целей, да? То есть, я вот сейчас… Люди говорят, когда обычно там они сдают большую диссертацию докторскую, у них там 3-4 месяца в таком пространстве депрессии. Ну, не то, что я не хочу сказать, что у меня депрессия. Я просто в таком ожидании… Накопление потенциала. Да, собираюсь в отпуск, отдохнуть и… А какие документальные фильмы в этом году сняли? Ну, у меня в этом году вот… Год был тяжёлый, два тяжёлых документальных фильма. Это вот фильм вышел весной. Зима в рехабе называется. Это я документировал жизнь, ну, в реабилитационном центре государственном, да? Людей, которые живут и проживают рехаб, да? То есть, ну… Да-да, реабилитация. Да, лечится, да? От наркозависимости, от алкозависимости и игромании. И… У меня вот вышел недавно фильм, также у меня на YouTube-канале. Это про посмертное донорство. Он называется «Лист ожиданий». А-а-а… Да, тяжёлые фильмы. Тяжёлые фильмы, да. И вот этот год как бы… Интересно то, что… Да, почему ты… А вообще, вот смотри, темы твоих фильмов кто задаёт? Я считаю, что они меня сами как-то вот находят. Если «Зима в рехабе» фильм, то человек, который находился в этом рехабе, написал мне искреннее письмо, на которое я отвлёкся и решил поехать и встретиться с этим человеком. Ну, то есть, получается, ты… У тебя тема появляется от тем, которые тебя наиболее эмоционально зацепили, да? Да, да. Я интуитивно вижу. Я могу… То есть, я могу как бы своё ремесло, через своё ремесло рассказать эту историю, и я начинаю просто изучать. А фильм про посмертное донорство… Я прочитал пост журналист Оксаны Акулова. Она писала пост про… Ну, она несколько лет уже пишет статьи про эту тему. Я наткнулся на её статью на сайте «Влазький Зет» и вдохновился. Ну, то есть, прочитал, вдохновился, и мы с моим продюсером Кайратом Нурмагабиетом поняли, что это наша следующая история, которую я начал год назад. Ну, и год я её делал. То есть, больше как там… Вообще, вот, немного отвлекаясь от темы. Недавно я ходил на премьеры фильма «Каш» нашего соотечественника, Ай Султана, который очень круто на Западе, снимал много клипов, раскрутился и так далее. Кстати, мы там с тобой что-нибудь увидели. И вопрос, вот, почему молодых режиссёров всё-таки тянет на вот такие трагические, трагичные вещи? Это какой-то… Это что, какая-то профессиональная вообще черта или что? Или почему? Странно. То есть, вроде, с одной стороны смотришь, вроде есть тренд на комедии, да? Комедии делают там… Ну, самое интересное, что комедии делают непрофессиональные киношники. Ну, мы, наверное, в этом плане, Сэй Султан, может, и похожи. Мы не идём по простому пути, и идём по пути, которому нам нравится, и где мы можем себя реализовать как режиссёры, да? Я режиссёр не игрового кино. У меня вообще подход. Я документалист. Я пришёл из журналистики, из фоторепортерства. То есть, у меня вообще… Я не киношник, как, наверное, ваши ребята, да? Вот, которые за кадром. Они более киношники, возможно. То есть, они кино знают больше, чем я. Я больше, наверное… Мне нравится информация. А что Ай Султана вдохновило, это, ну, наверное, ещё поиск, знаете, идентичности. Мы то поколение, которое… Наше старшее поколение жило по одному порядку. Мы выросли в независимом Казахстане. Нам никто не говорил, что такое независимость Казахстана. Ну, то есть, условно, нам не дали чёткого понимания, кто… Кто такие казахстанцы, что такое быть казахом, да? Мы росли… Знаете, вот, ну, как пойдёт. На какой-то момент ты взрослеешь и начинаешь задаваться вопросом, а кто мы друг другу? Угу. И я думаю, наверное, вот где-то ответ кроется ещё в этом. Что мы каждый ищем для себя, кто мы. И фильм «Хаш», наверное, и Султана, он, наверное, больше ещё об этом. Ну, я имею в виду, примерно понимая его отношение к этому фильму. К этой теме. Что самое интересное, я когда познакомился ещё с Ай Султаном, до этого, до фильма, он ещё летом меня пригласил на премьеру, говорил, что вот я снимаю такой фильм, который значимый для меня и так далее. Я ему сразу сказал, что, ну, там коммерческой частью там не пахнет, чтобы ты осознавал, и не было завышенных ожиданий, что ты на этом деньги заработаешь. Он говорит, нет, у меня даже таких ожиданий нет. И интересно, что вот человек, понимая, что у фильма нет коммерческой перспективы, для него это такой гештальт, нужно было закрыть, сделать. Интересно, Анархан, у тебя как? Да, я немного про каната хочу ещё сказать. На самом деле, я слежу 10 лет примерно, бокс попули, да, по-моему, с этих проектов, фоторепортажей началось. Спасибо. Ты прям фолловер. Ты не чувствовал, что за тобой следят? Не было ощущений? Мы редко видимся, но очень. Я его считаю своим старшим. Не было ощущений, что за тобой следят? Есть ли плен? Нет. Тем более парковка, введено в людей, передвижение машин, так? Да, и на самом деле поднимает сложные темы, то есть видно, что важно как бы содержание, очень такие смысловые репортажи были, смысловые видео разные. Даже в этом году, когда за Манда смотришь, иногда вытаскивает таких людей, которые в жизни никогда не слышал, например, для меня там есть сам родом из Шингента, оказывается там есть крутой рэпер, рокер этот Шиза. Шиза. Прям, он оказывается прям фундаментальное влияние на казахский рэп. Да. Да. А про это никто не знает, например, да? То есть он в свое время был круче, чем скриптонит. Мечется. Вот интересные вещи как бы, как он тексты там складывает. Для меня это вообще новая, далекая от меня сфера, но много чего интересного узнаю. И то, что интересно, еще вот последние несколько месяцев наблюдаю, канат начал вести на казахском подкаст. О, как круто. То есть для тебя же не первый язык как бы. Подкаст это видео подкаст или аудио? Видео. Видео подкаст, да. У него прям трансформация идет на глазах. Это тоже интересно наблюдать. Да, интересно. Это круто. А касательно меня, вот мой бизнес относительно новый, мы там открылись в середине 20-го года. И в этом году мы выходили, начали выходить за рубеж. Один из интересных вещей. Я 21 февраля поехал в Москву открывать филиал. Вот как раз тогда виделся с Арманом. Башня Федерация. Через три дня понял, что уже пора закрываться. Я рассказал ему цены. Вы, чтобы не попасть под мобилизацию, у нас в России чухнули. Да, да, да. На самом деле год был интересный. Я в том плане, что последние 3-4 года они интересные, да, начиная с 20-го. Несмотря на то, что было много потрясений, в целом как бы уже привык к неопределенности. В этом году как раз мы начали выходить за рубеж. Мы уже, как Арман сказал, в 20 странах работаем. Только-только где-то получается, где-то не получается. Как бы где-то не воспринимают. Например, в Америке там люди говорят, вы кто там, ты китайцы или русские, да, как бы. То есть когда ты пытаешься из Казахстана тащить технологию в Америку, во-первых, никто не слышал про Казахстан. Никаких хороших ассоциаций не возникает. А во-вторых, все подозревают в том, что тебя упаковали либо китайцы, либо русские, которым рынок Америки уже закрыт. В этом плане много интересного узнал. То, что там определенный культурный расизм, несмотря на весь этот американский дайверситт или европейский дайверситт, там, или мультикультурализм, это все существует. Это прямо на уровне бизнеса, например, да, существует. Например, мы там продаем парковки большим компаниям по недвижимости. Если, допустим, в Нью-Йорке ты не еврей, ирландец или итальянец, сложно попасть в хорошую аудиторию, например. Вот это прямо на культуру. Ну, ты, в принципе, ирландцам, итальянцам там ты не можешь стать. Да. Ну, одна дорожка у тебя открыта. Да. Мне сказали, там, нужно инкорпорироваться в Израиль и оттуда ехать в Штаты. Но самое главное, что, как бы, интересно, год был интересным тем, что я уже ездил в эти страны не для того, чтобы как турист отдыхать, а пытаться делать бизнес. И, как бы, это, ну, как бы, много чего интересного, как бы, в этом плане было. То есть трудности, сложности, интересы. Ну, в 22-й год ты доволен? Да, я где-то 8% провел за рубежом. От Дубая до Штатов, поэтому... А вот теперь, смотрите, давайте, хорошо, возьмем январь. Самый такой трагичный месяц в Казахстане. Вот как вы встретили январь? Вот давай вот прям теперь в обратную сторону идем. Говорим только про январские события. Вот для страны это была трагедия, но для меня это, как сказать, то есть вот прям 3-го или 4-го, когда это первый день начался, мы там сначала покатались, потом в сауну пошли, и потом я приехал домой, и потом начались эти события. Вот для меня в Алма-Ате, я был в Алма-Ате как раз. Друзья просто с администрации президента... были люди с администрации президента, они как бы, позвонили сказали, нужно в следующей неделе просто провести дома, никуда не выходить. Просто, я не знал, я позвонил люди, которые.. Они не занимают вверх такие какие-то высокие позиции, они там, рядовые аналитики, они сказали... я просто им сказал, что творится, что ожидать. Они сказали, как бы, ничего не предпринимай, ничего не делай. Просто неделю проведи дома. В этом плане я там неделю провел дома, недалеко от площади, все это видел, но в целом, если смотреть с моей личного опыта, для меня это было относительно легко, я дома провел, но в целом интернета нет, пытался читать, переживал за родных, друзей, которые тоже по городу ходили. Личный опыт, он такой простой, но в целом для страны трагичный. Канат, ты как? Я был четвертого, я вышел, они проходили мимо моего дома по Абая, я видел на эту линейку толпу и не мог сидеть дома, и я вышел, вышел посмотреть, кто же вышел. И все как, знаете, как на футбольном поле, ты входишь в толпу и ты становишься частью толпы. Я стал какой-то момент частью толпы, тоже кричал «Аллах, Казахстан!» и какой-то вот у меня миг духа был такой. Но ты попал в начальную здоровую часть? Абая и Гагарин, люди шли из Алма-Тарена и вот по Абая, и я вот с Гагарина дошел до Байторсунова, шел и на какой-то момент просто я понял, что мне хочется домой. Я, ну я не видел, то есть у меня было ощущение, то есть до этого же тоже люди выходили, но у меня было, наверное, разгонят. И как-то я не думал, что все это обернется так, как это обернулось, и я решил вернуться домой, к семье, к жене и сыну, и что было на самом деле очень хорошей идеей по итогу. Пятого утром проснулся уже от выстрелов, уже дымошаша, когда уже армия уже тащила толпу назад, то есть это все было мимо моего дома. Ну я также в тот момент сразу принял решение, что мы никуда не выходим, мы будем дома. Мой отец родной был, оказывается, он тоже был, оказывается, на площади на каком-то моменте, я это уже узнал на следующий день. Вот, и, конечно, у меня были и переживания, и я очень все это больно, больно проживал этот момент, просто потому что, ну я как бы был, я видел, и как-то потом все это обернулось, что из мирных людей сделали террористами. Потому что я это все видел, и, конечно, мы сидели просто в ожидании какого-то, ну так сказать, чуда, потом даже любое, в тот момент, конечно, любое высказывание президента для тебя было уже каким-то таким, либо вы идете в ту сторону, либо вы идете в хорошую, была, конечно, надежда. Ну, по итогу, я считаю, что сейчас, вот в течение года, да, как все это, ну это, по мне, такое, как будто лицемерие, что ли, произошло. Ну, связано с Кантаром, и нельзя вот так взять и, ну, обесценить то, что было в январе. Дина, ты где была? У меня были незавершенные дела, которые я все время откладывала. Мне нужно было лететь в Ташкент. Я, представляете, целый год откладывала это дело, потому что, ну, думаю, не такое важное. И получилось так, что Новый год я решила встретить в Казахстане. Угу. Я начала не поговорю, никому не говорив, просто говорю маме, я говорю хочу этот завершить дела, и вылетаю. И, и вылетаю, прилетаю в Ташкент, начинаю работать, свои вопросы закрывать. И тут не могу дозвониться. Вообще не понимаю, что происходит. Ни до кого не могу ни дозвониться, ни писать. Потом откуда-то узнала, что, что творится вообще в Казахстане. Это было, наверное, несколько дней самых таких, наверное, бессонных ночей, когда ты вообще реально не информирована, ты не знаешь, что происходит, и чем помочь. И вот это состояние, наверное, я помню, лежала в гостинице, просто плакала. А потом уже хорошо вот в чате многие стали вот через, получается, сервер, через Telegram, как-то вот этот, попытались, получается, написать сообщение, узнала, что этот, и всех просила, потому что у меня есть братишки, племянники, которые болеют какой-то кипиш, могут выйти, гормоны молодые. И просила, чтобы они сидели дома, и благо мама живет в частном доме, то есть у нас не было проблем с провизией, то есть я слышала, что у друзей не было ни денег, ни хлеба, потому что мы привлекли каждый раз, оплачивается все через Каспий, и продукты каждый день берем не так, вот такие вот очень сильно. То есть этот год, начало, конечно, запомнился надолго. Арман, ты как? Я прям погрузился в те воспоминания январские. Ну, наверное, самое большое впечатление, которое для меня сложилось, это был такой сильнейший страх. Страх именно за будущее. Там вопросы бизнеса или какие-то такие вещи, они были вторичные. Было страшно именно за будущее, тем более приходили такие новости о вводе войск ОДКБ, о том, что там солдаты будут российские топтать по нашей земле, и там в случае, если какой-то, не знаю, провокации или там каких-либо там эксцессов, да, может там какая-то заварушка произойти. Наверное, такое яркое воспоминание, когда горело вот это здание Акимата. Я был таким человеком, который просто наблюдателем, да, со стороны, и здание горит, и я стою перед ним, и такое жуткое ощущение, что это, ну, как будто ты во сне находишься, а это неправда. Ну, для меня это было вот такое. Ну, ты где был в это время? На площади был? Это было уже после событий, когда уже там разгон закончился, здание отгорело очень долго, ну, то есть оно продолжало, да, то есть уже объявили, не помню, комендантский час был там вечернее время суток, это был день после. А все остальные дни, когда это происходило, да, мы были дома в Толгаре с родителями и были просто такие в вакууме, да, потому что информация вся никакая не поступала. Вот как затише чуть-чуть было, уже сообщали, начали каналы какие-то включать, мы уже потихоньку выбирали из города, чтобы посмотреть офис, а у нас офис как раз рядом находится за зданием Акимата. Да, январский месяц, январь, для всех, я думаю, в Казахстане было таким потрясением. Меня лично удивило то, что как быстро общество может скатиться к дикости. Очень быстро так. Вроде вчера мы все цивилизованно ходили в городе, покупали продукты, как-то общались, тусовались, а тут смотришь, здания горят, машины перевернутые, там люди с дубинками, с оружием штурмуют, там, и так далее, и так далее. Конечно, но в этом плане мне, например, помогло то, что, наверное, на меня много людей смотрело, особенно бизнесменов, соответственно, и все задавали вопрос, что делать. Соответственно, я не мог говорить, что я не знаю, что делать. Соответственно, я делал вид, что я знаю, что делать. Я что сделал? Я всех собрал дома. Собрал дома бизнесменов, кто был, ну, кто обращался и так далее, и мы начали составлять план, потому что в любой непонятной ситуации надо сесть и составлять план. Мы сели составлять план, потом поехали организовывать отряды самообронной, потому что нужно что-то все равно делать. Я исходил из худшего сценария. Во-первых, где-то на второй день я уже примерно представлял, что это похоже на какую-то провокацию или переворот, потому что слишком легко КНБ захватили, Акимат, телерадиокомпанию. Все они начали захватывать слишком легко. Плюс штурмы ГУВД, оружие, я думаю. А потом вот эти машины, которые разгоняют толпу, они шли, шли, шли. Я вдруг раз смотрю, теперь уже якобы повстанцы у них за рулем были. Как они быстро захватили? Потом солдаты вышли на площадь, отцепили вроде, потом раз, развернулись и ушли всей толпой. Ну, как бы, я понял, что сверху идут противоречивые команды. И я понял, что здесь пахнет переворотом. Поэтому моя задача была отцепить наш район, потому что уже разговоры шли, что вот они идут грабить верхние районы. Ну, обычно же, по крайней мере, такой миф, что в случае, если что случится, будут грабить верхние районы. И вот слухи были там. Уже будет бульвар там, выше ботанического сада там уже ограбили, и там это, и скоро частный сектор придут, и так далее. Поэтому цель была такая локальная. Моя задача была управлять тем, что в моих компетенциях, в моих полномочиях, то, что я могу изменить. Я не заморачивался по поводу всего остального. Я видел, что ситуация очень плохая, в плохую сторону идет, но в то же время понимал, что моя задача конкретно, локально локализовать проблему и придумать какие-то контрмеры. В целом, в тот момент, конечно, было не до переживаний. Но вот январь, наверное, уже все знают, как он прошел. Долго мы останавливаться не будем. Я специально небольшую остановку сделал, потому что 22-й год, не отметив январь, будет неправильно. Конечно, второе большое событие – это война. Это когда Россия напала на Украину. Это был, конечно, шок. Это был шок. Причем такой вообще немыслимый. Это второй немыслимый. Два раза нам реально мозг взорвали. Как вообще такое может быть? Я вообще считал, что это в принципе невозможно. Но это случилось. Давайте вкратце расскажем, как вот войну теперь встретили. Я же жил в это время в Москве с ноября месяца позапрошлого года. А у меня квартира на Кутузовском проспекте находится. И то есть вот это Совет Федерации, или как здание, наверное, называется, на Кутузовском. И каждый день с утра, весь январь я видел вот эти, на мигалках вот эти кортеджи, которые 6 утра начинают там ездить. А у меня окно смотрят, и спальня туда. И каждый день я вот этот шум видел. Но вот это вот напряжение на этом проспекте в Москве, оно вот ощущалось. Когда объявили войну, конечно, все... У меня были грандиозные планы. У вас 4-й вот ты где был в феврале? Я прям сидел в квартире. А, прям в Москве там? Да, в Москве сидел. Мы все были прикованы к телевизору. Я в оцепенении, наверное, 3-4 дня провел. То есть я смотрел на эти новости, я перевез туда 17 человек в Москву, семьи. Мы перевезли головной офис компании и планировали вот выход на европейский рынок, работу в самой России, да. И для меня это было такое оцепенение. Я тут приехал, и такое случается, да. 3-4 дня просто завис. Потом упаковали чемодан и поняли, что работать так, и здесь я не могу уже. А вот то, что ты офис открыл в Башне Федерации, сколько времени там, сколько месяцев-то? Мы проработали 4 месяца, и помимо этого у нас в Москве еще было 2 больших офиса. Один склад и второй офис на 250 квадратов. То есть у нас было 3 офиса, головной мы закрыли, оставили 2, и оставили региональное представительство. Дина, ты 24 февраля? Я вообще вначале, вот если убрать январских событий, скажем там, войну, я хотела с вами в Килиманджаро. И готовилась, и думала вот-вот, и потом получилось январские события в Ташкент, и мне нужно было возвращаться в Корею. И именно в этот день, получается, я была в Корее. Когда услышала, было, конечно, немножко страшновато, так как у меня экспортная компания находится в Южной Корее, и мы работаем с СНГ. И один из хороших объемов, который занимает, это Россия. Плюс Бишкек, там Киргизстан, Узбекистан, все, что мы продаем, в итоге, конечный слив идет, это Россия. И когда вот начали многие компании уходить, выводить этот, я думала, что делать вообще? Как вообще в дальнейшем будет? Да, все, что происходит. Бизнес, ладно, но тем не менее, друзья, которые там живут. И действительно, вот как Арман говорит, очень сильное разделение мнения пошло, и получилось так, что с кем мы раньше дружили, они вообще перестали отвечать на звонки. Некоторые очень плохо настроились, настроены были клиентами, которые тоже общались, работали, многие тоже, то есть сразу было видно, кто за кого, кто этот, хотя в тот момент мы не понимали, действительно, что происходит, и было только, наверное, ждать, и понимать, что делать дальше. То есть это было ужасно, потому что я думала, если, например, закроет, вообще Корея откажется, то что делать вообще? Какой бизнес, когда ты этим живешь, и, да, и очень много должников, которые взаиморасчеты еще не произвели, то есть было страшно, мне реально было страшно. А ты в Корее уже сколько лет живешь? Первый раз я уехала в 2012 году. Десять лет уже? Да. Десять лет уже? Ну вот последние 4-5 лет я постоянно в Корее. Ну ты по-корейски говоришь уже? Корейский говорю, да, в плане работы, но я не скажу, что прям круто разговариваю, вот, потому что... Ну никто и не ожидает, что круто разговариваю. Мы не можем, мы сможем проверить. Ну ты что-то говоришь уже хорошо. И, кстати, вот девчата, вот яркий пример. Девушка уехала в Южную Корею, создала там бизнес и вот занимается экспортом косметики из Южной Кореи. Да, причем я тут одна в Корее, то есть у меня не было ни опоры, никого, все родные и близкие, они все в Казахстане. Но вы все испортили. Я вообще испортил, опять я не знаю. У меня тоже племянница есть, она уехала, вот она любила печь выпечку, торты. И она с детства хотела быть бизнесменшей, бизнес-гуманшей. И она делала, делала, после школы и она не поступила никуда. И она после школы это делала, у нее бизнес хорошо получался. И она решила открыть кафешку и наши власти не разрешили, потому что нет высшего образования, нельзя, оказывается, заниматься этим. И она уехала в Южную Корею. В Южную Корею она начала работать вначале там помощником где-то в каком-то кафе в Южной Корее, потом начала делать выпечку там, потом стала футблогером, она начала дегустировать еду и делать обзоры. И за это платили, она содержала тем, что ей платили за обзоры. Она приходила в кафе и рестораны, бесплатно ее кормили, она пробовала, потом писала обзоры. И таким образом сейчас она живет уже в Японии не на Хоккайдо, а какой еще остров остров долгожителей. Маленький остров. Прям из Кунсю, под Кайдо там четыре острова было. Маленький остров, откуда все долгожители. И она там сейчас работает, составляет блюда для кафе в Японском и так далее. Вот я к тому, что мне задают периодические вопросы, есть ли у девушек шансы делать бизнес? Конечно. Ребята, у всех есть шансы. Бизнес никак не связан с какими-то гендерными различиями. Вот вам пример, Южная Корея, премьер моя племянница, которая сейчас живет в Японии на острове. И вот самостоятельно, без поддержки сами пробились. Анат, ты как войну встретил? Я за историей этого конфликта слежу уже давно, 2014 года, но тоже никак не мог представить, что другие страны будут воевать, и что Россия нападет на Украину как? Я встретил в ужасе, как и многие для себя. Могу просто подменить то, что, наверное, в тот момент, когда это все произошло, я понял для себя, что я точно хочу жить в Казахстане, что я буду здесь жить, я буду вливаться в душу и развивать. То есть я понял, что я все-таки часть комьюнити большого, часть страны, и что, наверное, я могу много что сделать и помочь. И в этом самом плане я в своем ремеслу, как человек, который делает, ну, как прозисер, как человек, который делает контент, я буду собираюсь бороться и воевать на своем пространстве и делать больше контента. И почему я в этом году в целом сделал большую уклон на свой проект «Замандатс», это чтобы зрители были не под... Чтобы были уже свои герои здесь, чтобы здесь были свои проекты, свои YouTube-каналы, чтобы мы такие же ребята, как я, просто были везде и могли говорить, вещать и предоставлять зрителям контент тот качественный, тот, который они могли, который раньше, допустим, мы же также конкурировали раньше с контентом из России, то есть мы все смотрели употреблять, да, то есть ваш подкаст выйдет, раньше мог выйти в это же время и какой-нибудь подкаст российского предпринимателя, и многие зрители могли выйти туда. Моя задача, ну, то есть в моем, чтобы люди оставались и смотрели «Замандас», чтобы, потому что мы можем влиять и говорить какие-то вещи, и для меня, наверное, было вот это. Также произошло, многие, которые видели «Замандас», за этот год произошла тоже трансформация, мое отношение к языку поменялось, мое отношение в целом к себе, к нации, казаху поменялось, то есть из токсичного какого-то человека превратился вообще в другого человека, да, и это два фактора, это Браншхантар, но, конечно, и добил это 24-е... Ты сам закончил казахскую школу или русскую? Я закончил сам казах... Ну, знаете, я закончил такую казахшую орсметию, знаете, где ты говоришь на уроках на казахском, ты выходишь во все говорили... То есть не аутентичная казахская школа, условно, но я говорил, я был русскоязычным, я вырос в Караганде, ну, я родился в Караганде, в целом у меня круг как бы русскоязычных казахов, в какой-то момент я говорил на нем, потом у меня было отрекание от него, вот так, знаете, потом я уехал за рубеж, уехал в Америку, вообще казахским языком, с культурой был не связан, потом, видимо, произошла какая-то деколонизация у меня в голове, и я сейчас иногда какие-то вещи, которые я мог сказать лет 10 назад, там, ребятам, я сейчас вспоминаю, и мне просто становится стыдно, я вот недавно вспоминал там случай, очень интересный, да, ну, когда-нибудь я расскажу, знаешь, интересное происходит такой момент движения, многие русскоязычные казаки начинают сейчас реально серьезно, наконец-то, серьезно изучать казахский язык, а я сам закончил казахскую школу в глубокой селе, в Ултау, в Ултауской области, как сейчас, Ултауский район, там село, это чисто казахское село, там русских вообще никогда не было, и у нас все по-казахски было, ну, все, такая аутентичная казахская... Ну, при этом я вырос вот такой семьей, в Ултауэтичной, но сам отвлекался от нее и говорил, вот я такой другой, понимаете, вот как это? Ну, вот, я говорю к тому, что вот, и новый тренд пошел такой, вот есть ребята, которые закончили там в Алмате, в городах, и так далее, русскую школу, либо казахско-русскую, как я сказал, школу, и они начинают возвращаться в казахский язык, и мне понравился такой термин, ребята, недавно где-то услышали, это уралманы в казахский язык. То есть, изначально по-казахски говорили, потом период был, когда забросили, а потом вернулись в казахский язык. В этом я не вижу плохого, это не негативное, как раз. Вы как раз таки правильно, я не, ну, во-первых, я не хочу, там, иногда меня хвалят, вот, ну, там, о, молодец, я считаю, в этом нет ничего такого похвального, потому что я, это не такое большое событие, я знал язык, я всегда, просто я сам не хотел, возможно, говорить, понимаете, и тут я просто, мне нужно было просто вот здесь где-то переключиться, включить, и я такой, а я же, в этом плане, творческие люди молодцы, вот в Казахстане, я хочу отметить, наших рэперов, артистов, они, на самом деле, задали моду на казахский язык. Да, да. Это и Димаш, Кудайберген, и наши рэперы, многоцисленные, и так далее, и плюс, конечно, свой вклад дали, вот эти комедии на казахском языке, люди, по крайней мере, казахскоязычное кино начали смотреть. Это все, то есть люди творческих профессий свой вклад мощный вносят, да, софтбал такой сделали, да, извиняйте еще, извиняюсь, очень сильно влияет, вот вы же говорите, уехали в Америку, например, вот я тоже до, в Корее, вот долгое время жила, для меня, вот, казахский язык, ну, вот, мы тоже все время в школу я окончила, но тем не менее, мы на улице разговаривали на русском, да, и получилось так, что в Корее тоже, там, через несколько лет пришлось на знание, что, что Казахстан, моя страна, вот знаете, вот мне у Казахстана вот это просыпается. Там нет такого Южно-Карешесулей, Южно-Карешесулей, вот это, наверное, 24-го года на язык тоже очень сильно повлиял. Да, я считаю, что это событие, да, повлияли. Скорее всего, повлиял он тоже. Да, я, как уже говорил, 21-го я полетел в Москву открывать офис наш. Москва, это, если смотреть с точки зрения рынка парковок, это второй рынок Европы после Лондона, там, население где-то на 15 миллионов, в самой центре Москвы, там парковка стоит 7 долларов, это был такой большой рынок. Когда я прилетел, я еду в такси в гостиницу, и там у таксиста был экран, и там новости, и выступает Путин, они как раз был такой, признавали ЛНР до ЛНР 21-го вечера. Я первым делом звоню, у нас уже несколько кризисов за последние лет прошли, я говорю, быстро переводите деньги в доллары, будет девальвация. Потом, да, потом 24-го наступило, сам по себе даже до этой войны, если смотреть с точки зрения венчурных инвесторов, технологии, Россия, она всегда была такой серой зоной, то есть венчурные инвесторы не приветствовали делать бизнес в России, потому что связано с большими политическими рисками, и оценка компании падает, если есть бизнес в России. И в этом плане как бы это и то даже без войны было сомнительное решение делать бизнес в России. 24-го, я понял, что уже все, конец, дальше думать не стоит, но я не смог сразу билеты найти, в итоге на две недели задержался, и так как я был из IT-сферы, пообщался опять же с друзьями, там, Министерство цифровизации, Астана Хаб, и эти две недели я потратил в Москве, посещая московские офисы IT-компании, Wargaming, InDriver, различные IT-компании, рекламируя Астана Хаб и Казахстан как место релокации, да, как бы? Они тогда не понимали еще, что будет. Они даже, они тоже уже понимали, потому что тот же InDriver это преимущественно американские венчурные инвесторы, и они сказали уже мы не можем дальше финансировать, если будешь находиться в Москве, как бы это были уже понятные такие шаги, и мы там общались, ходил, бесплатным амбассадором был 11 марта, еле как выбрался в Ташкент, через Ташкент вернулся, какое-то время даже Астана, Аир Астана прекратила рейсы Москвы, вот. Украина была вторым рынком, Киев был вторым рынком, где мы вышли, мы еще вышли в конце года, в итоге там Украину закрыли, там буквально 4 человека, 5-6 парковок было, но рынок растущий, то есть тоже Киев предполагался в 2030 году в Киеве будет жить до 8 миллионов человек, то есть там большие планы тоже развития были. В итоге Москву, Украину закрыли, устремились в Штаты, больше как бы, но в целом да, то есть согласен с тем, что это имеет большое культурное значение для постсоветского пространства, для как бы, такого национального самосознания многих людей, интересно будет наблюдать, чем это закончится. Я думаю, у всех у нас были, большинство из нас было ожидание, что эта история рано или поздно закончится, либо тем, что Украина быстро проиграет, либо тем, что Россия, не добившись там под видом этих больших санкций, в итоге ни то, ни второе не случилось. В этом плане ожидаю, на самом деле интересный кейс, с одной стороны Казахстан, можно сказать, за последний год сильно поменялся, или есть попытки поменяться, и геополитическая обстановка вокруг меняется, и когда с Америкой встречаюсь, люди, когда венчурным инвесторам, когда спрашивают, откуда ты, они нашу зону называют broken geography, испорченная география. Они говорят, почему ты из далекой страны, там условно, там из другой части земного жара приехал развивать бизнес в Америку. Я говорю, у нас на юге Иран, Афганистан, там парковки развивать не смогу, там не знаю, с востока это Китай, там тоже делать нечего, по сути, сверху там Россия, если запад смотреть, там тоже неспокойно, там Азербайджан, Армения тоже между собой воевает, как бы, кроме как, в какой-то степени напоминает геополитическую ситуацию в Израиле, да, как бы, вроде там вокруг большие рынки, большие страны, но ты не можешь ничего сделать, потому что это все закрыто, там, как бы, не самая лучшая атмосфера для ведения бизнеса. Да, 22-й год, второе крупнейшее событие, это, конечно, война России с Украиной, давайте плавно перейдем на третью часть 22-го года, вкратце, чтобы у нас осталось больше времени говорить про 23-й год. 22-й год поговорим, у нас, наверное, из таких крупных событий, ну, что можно отметить, изменения в Конституцию, выборы президента. Вкратце, скажите свое мнение, не буду спрашивать, где вы были в тот момент, это уже не так имеет значение, просто свое отношение к этому и надежды, связанные с этими двумя событиями, это изменения в Конституцию и выборы президента. Ну, что, то оттуда начнем. Нет, у нас по традиции теперь уже пошло, давай. Это же тяжелый вопрос. Да, тяжелый вопрос тем, что мне, честно, нечего сказать относительно выборов, изменения Конституции, потому что я их не принимаю. У меня внутри было такое, что опять идет та история с переписыванием Конституции, очень скорые, скажем так, назначения выборов, так же я знаю людей, которые там пытались в это время построить партию, выдвинуть ее и все эти попытки пресекались и никакого жанра Хазахстана я здесь вообще ничего не видел. Для себя я решил уже давно, что хочу быть бизнесменом, который будет, скажем так, свой вклад вносить именно через бизнес, а для этого мне нужно стать очень крепко на ноги по миру. Поэтому, несмотря на то, что происходит, то есть, стараясь не оглядываться на то, что сейчас происходит, не зацикливаться на этом негативе, о том, что вот там, вот это плохо, вот это сейчас, я для себя решил сфокусироваться на том, что я точусь сейчас как бизнесмен, я построю бизнес очень сильный по миру и начну отдавать назад Казахстану через развитие образования. Поэтому у меня год сейчас идет такой подготовки к выходу на такую международную арену спортив, такого профессионального вида бизнеса и относительно выборов я ничего не могу сказать. Понятно. Лина? У меня тоже, во-первых, я не сильно в политике и, честно говоря, нету доверия. То есть, все, что постоянно происходит и иногда даже сомнения, действительно ли выборы правильно проходят. Поэтому я тоже больше тоже в планах выйти на зарубежный рынок мы сейчас тоже дополнительно как второе направление это выйти на маркетплейсы также вот конечно Амазон на корейские сети тоже очень много. Вот поэтому в 2023 у меня больше зациклено на развитии своего бизнеса. Понятно, Кана. Так, изменение Конституции, что 7 лет, да, поменял? Вот это изменение? Да, ну изменение Конституции то, что убрали все-таки статус Едмасы из Конституции очень важны. И выборы приведем. Ну давайте вот начнем насчет выборов. Можно не так прям подробно как политолог, мы не политолог. Я просто могу транслировать примерно то, что и думаю я, и думают мои друзья, знакомые, близкие. Ну я думаю, что в этих выборах нет было смысла. Это мой подсчет. Через два года он же через два года должен был баллотироваться. и я вижу сейчас некую копипаст политтехнологов из России, что команда Косможа Мартукаева прям копирует действие то, что было у соседней страны. Я вижу большую пропаганду и большое влияние государственных бюджетных денег на имидж нашего президента. Я считаю, что это бессмысленно. Он работает на внешнюю политику, он забыл о том, что происходит у нас внутри страны. Он, мне кажется, потихоньку начинает даже терять диалог с гражданами. Хотя в январе, я скажу, в начале года была на него большая надежда и вера. И среди молодежи он без большого влияния вот этой пропаганды уже у него был неплохой рейтинг. И я думаю, ему нужно было в этом году все-таки обратить. Я надеюсь, что все-таки ему подскажут, что надо обратить внимание все-таки на проблемы внутренних институтов, потому что они действительно рушатся. И по этим институтам можно понять его отношения, отношения властьимущих к стране. И у меня прям не то, чтобы разочарование, но я прям сижу и так думаю, почему вот рядом вам никто не подскажет? Это же все вроде очевидно. Даже случаи с мемориалом Кантаро. В мировом опыте есть, что по-моему, пять лет проходят, ставят мемориал о каком-то событии. Быстро, втайне сделали, построили, как попало, просто плевок этому событию, плевок, ну, я считаю, что это неуважительно к народу. И из-за этого можно было сделать классный конкурс, чтобы мы, креаторы, люди, продюсеры, все бы могли бы посоревноваться идеями, как это могло бы сделать так красиво. И в целом этот участок в городе, он очень сейчас, ну, как мне кажется, я туда не езжу, меня туда не тянет, меня эта улица не привлекает, для меня она тяжелая, там аура тяжелая. Я думаю, что почему ему не подсказали, почему? Вроде бы элементарные же вещи, и я вижу, что, я не вижу ничего в этом положительного. Если вот так, просто... Да, ну, крупными мозгами. Аверхан? Да, то есть, кратко скажу, то есть, после января было такое вовлечение в политику, да, то есть, по крайней мере, интерес вырос, были большие ожидания, а потом произошли вот эти изменения в Конституцию, какую-то часть изменений он не стал выносить на граждане, там, через Сенат провел тоже, да, то есть, на самом деле, да, были противоречивые вещи, в том плане, что увеличение на 7 лет срока, и показалось, что, вот, как бы, всегда можно найти обоснования, там, геополитические риски, пятое-десятое, нужно укрепить во власть, там, старая элита, там, он занимается реваншизмом, пятое-десятое, но то, что, как это было сделано, оно, обратно, скажем так, оттолкнуло, то есть, большое ожидание, о том, что будет демонополизация, будет, там, больше демократии, больше уважения прав человекам, это все, как бы, по крайней мере, за это, до стечения года, это не оправдались, поэтому я тоже, как бы, вот этого вовлечения, воодушевления нет, я просто взял, там, обратно отстрелился, отлично пошел. Теперь, ну, как бизнес? в целом, в целом, вы видите, это такой, небольшой стресс, это, конечно, мы не претенуем, я не думаю, что у вас были веселые подкасты, нет, ну, мы не претенуем на статистически значимые исследования, но, в целом, вот, поет мне не высказывать, я, потому что все время по каждому событию писал посты и высказывал свое мнение, в целом, да, год прошел таким образом, мы 22-й год подытожили, 22-й год в целом был невеселый, это не вопрос подкаста, если бы у нас веселый год, у нас подкаст был бы хохмический. Я вам скажу, что мы тоже записывали итоги годов, и, ну, у нас там истерически, очень грустный, грустный подкаст получился, и это не специально даже. Да, это не специально, год такой, мы сейчас говорим про 22-й год, и сейчас мы перейдем к 23-му году, стратегии жизни в 23-м году, я думаю, здесь будет там у нас повеселее, причем мы назвали этот подкаст «Стратегия жизни на 23-й год», я четко понимаю различия между стратегией, тактикой и так далее, планами, может быть, чтобы лишний раз я отвечаю хейтерам, смотрите, стратегия красивее звучит, тактика на 23-й год звучала бы не очень красиво, поэтому мы назвали это стратегия на 23-й год, для того, чтобы было общее четкое понимание, что такое стратегия, и для людей, которые в этом, может быть, не сильно разбираются, стратегия – это плановая, эффективная линия поведения для достижения, для эффективного достижения своих долгосрочных целей, вот что такое стратегия, это плановая линия эффективного поведения для достижения своих долгосрочных целей, отличие стратегии от планов, в планах есть конкретные цели, в планах есть конкретные даты и измеримые показатели, стратегии нет, стратегия – это линия поведения, это плановая линия поведения, я буду делать это, а это делать не буду, я буду двигаться в эту сторону, а вот в эту сторону двигаться не буду. Поэтому, чтобы вы понимали, различие между стратегией и планами, и стратегией, и тактикой. В целом, обычно принято принимать за стратегию то, что там планы, условно говоря, на 3, 5, 10 и далее лет, в зависимости от горизонта планирования человека. Но обычно годовые планы никто не называет стратегией. Но мы, идя на поводу маркетинга, чтобы привлечь ваше внимание, назвали стратегией на поведение на 23-й год. И хотелось бы послушать, как наши участники нашей программы сегодня планируют свой год, в каком направлении планируют двигаться, и вообще, есть ли планы, потому что некоторые творческие люди говорят, я вообще по течение плыву, и это их вполне устраивает, и это тоже норм. Это тоже норм. Поэтому, Арман, как ты... Как ты устраиваешь? Ну, ты как раз по алфавиту, а, Арман? Как по алфавиту... Кстати, да это точно, они правильно... А, Амирхан, но здесь тоже на А. Как вообще, ты видишь линию, свою плановую линию поведения на 23-й год? Какие наметил цели, и какие лайфхаки мог бы посоветовать нашим зрителям? Как планировать? Ну, лайфхак, наверное, не планируете ничего на январь. Так. Ну, почему? Потому что начало года, последние, наверное, 3-4 года, вот, шутка была про трех всадников апокалипсиса, когда сварщик был, который взорвал там порт, да, целый, а потом был убийство, там, иранского полковника, и так далее, и так далее. Но вот последние 3-4 года потрясения большие приходится на январь месяц. Я ни в коем случае не затрагиваю события Хантара, они имеют особое место в истории Казахстана, а имею в виду предыдущие годы. И как минимум лайфхак, это пусть январь начнется, и там уже будет видно, как минимум на начало года я больше таких, каких-то грандиозных для себя планов не оставлю. Что касаемо такой стратегической линии, я для себя определил классную статью прочитал, называется «Роль корпоративного центра», это Гарвард бизнес-ревью, о котором говорится о четырех видов вообще уровня бизнеса. Самый нижний – это оператор, потом контролер, архитект, реинвестор. И понял то, что всю свою жизнь я занимался тем, что был операционистом, который строит бизнесы, очень много, и при этом сам ручками это все делает. И вот это как раз укладывается в ту концепцию, которую вы нас всегда обучаете, о том, что меньше работать и больше зарабатывать, больше свободного времени на себя, на семью. И хочу расти по этому уровню вверх, дойти до инвестора. И план на 23-й год мой – это в первой половине выйти полностью операционно, к концу года пересесть на кресло инвестора, направить свой взор на более, скажем так, активные рынки мировые и начать плавать, как рыба там. Вот 24-й год, у меня на 24-й год грандиозные планы, и алла жаса, если все, на 23-м году все получится, на 24-й год я хотел бы уже быть на тех рынках, активных рынках, это западные, это Персидского залива, и заниматься, скажем так, активным инвестированием в такие... То есть в 23-й год ты будешь строить фундамент для прыжка в 24-й году? Да, в 24-й год, да. Какая стратегия. Понятно. Дина? Я в стратегии больше поисков себя, потому что, учитывая то, что 22-й год и очень много трат было, были кое-какие упущения, то, что я еще тестировала, находилось много времени в Казахстане, и хотела посмотреть, как вообще без... То есть дистанционное управление. То есть к чему это привело? Не было роста, но тем не менее оно как бы двигалось. Вот. Мы не упали и не выросли. Вот тем не менее хочу больше внимания в этом году сделать так, чтобы был рост, несмотря на то, что... Именно дистанционное управление? Да, дистанционное управление, несмотря на то, что где я нахожусь, потому что девушка, когда делает бизнес, у многих страдает семейная часть. Это... Ну, большинство так. В моей жизни это, наверное, тоже. И как бы вторая, это больше, наверное, стать той девушкой слабой, научиться действительно, вот, принимать, я не знаю, найти, наверное... такой уровень манкой в женственности. Да, можно так сказать. Вернуться. Больше, наверное, да, потому что бизнес бизнесом, но семья тоже надо. вот, поэтому... И в плане, если бизнеса, это вот мы сейчас, получается, вот развитие своего личного бренда, правильно выйти на заубежные, это вот на маркетплейсах. И третье направление, это именно в Казахстане я хочу грамотно развить оптовые продажи. То есть мы с 2022 года счет этого вот работаем, упорно, не знаю, куда это приведет, тем не менее, планы пока такие. Угу. Так. Рад. Так, планы на 2023 год. Ну, стратегия, линия поведения, скорее всего. Линия поведения. Ну, у меня большие ожидания, я снял фильм, буду доснимать его, и, скорее всего, я выйду в прокат с документальным фильмом. И я думаю, что, да, это вот мой план следующего года. Фильм будет называться «Кара переште. Черный ангел». Это фильм про семью. Ну, и в целом, в этом фильме, то есть это очень много там аспектов своих. Это вот проект, которым я как бы сейчас, ну, не то чтобы живу, но он мне очень меня... возвращает меня именно к творчеству и инстиннам. Также я планирую заниматься ютубом, планирую заниматься продюсированием, хочу запустить несколько программ на ютубе, также буду развиваться. Ну, и в целом, я бы очень такой, больше, наверное, хочу посвятить время своей семье, воспитывать сына, проводить больше времени в путешествиях с семьей. Да, наверное, 23-й год у меня нет никаких ожиданий. я вот тот, наверное, самый творческий человек, который течет по течению, но... Но все равно есть определенные направления, назовем это так. Да, он должен быть лучше 22-го года. В целом, у тебя направление на публичность. На влияние, на публичность. На семью. И хочу выступить в нескольких спортивных соревнованиях по боксу. Я занимаюсь боксом как два года. И, в принципе, неплохо получается. В 22-м году я выступил разок, и в 23-м я бы хотел еще несколько раз выступить в любительском классе. Подтянуть свою спортивную часть. Да, да. То есть, спорт, спорт, бизнес, ментальный, это же все связано. Да, у меня тоже, наверное, два основных момента. Первое, это то, что все-таки у меня остается там быть одним из лидеров американского рынка по автоматизации парковок. И поэтому я на этапе сейчас получения инвестерской визы и в 23-й год я преимущественно в Штатах проведу. Желание, чтобы американский рынок стал основным, желание, чтобы там на зарубежных рынках зарабатывать 99% доходов, чтобы не зависеть от макроэкономической прочей ситуации в Казахстане, это основной момент, как бы над чем мы сильно работаем. Второй момент, который я заметил, то есть, когда нужно много летать, когда нужно там условно ночью просыпаться, проводить зум-колы с Америкой или наоборот в Америке ночью просыпаться и проводить зум-колы с Казахстаном и так далее. В этом году, как бы, наверное, половину года я провел тем, что болел, разные болезни, там недосып, давление, там нехватка витаминов и так далее, и так далее. В этом плане понял, что здоровье прям супер важно для эффективного бизнеса. Вы тоже говорили, это в своих многих подкастах бизнеса, в этом плане охота быть в состоянии работать 12-15 часов в сутки. Я думаю, это супер важно в ближайшие, по крайней мере, несколько лет, потому что основной фокус это бизнеса и нужно, иногда замечаю прямую корреляцию, насколько эффективен я, настолько эффективен и бизнес. В этом плане, вот два, основное, это там в Америке закрепиться, а второе, это быть в состоянии работать 12-15 часов в сутки в ближайшие 2 года. Классно. Можно сюда добавить? Для меня в этом году тоже открытие было, поговоривши с Иксением Васильевичем. У меня, кстати, новый наставник, Иксением Васильевич. И он мне говорит, поставь себе трехлетнюю спортивную цель. Я не понимал, ну зачем, может, это дисциплинирует в бизнесе, еще что-то. А потом, разговаривая, он говорит, 80% всего, что мы кушаем и так далее, всю энергию сосвет в наш мозг. И вот если у тебя тело начинает сбоить, то у тебя там память хуже становится, там, неслительные процессы плохо идут. Я так понял, что спорт, это поддержание очень хорошо своего тела, соответственно, это забота о своем мозге на перспективу. И он говорит, вот тебе сейчас 31 год, ты сейчас высасываешь все, что тебе природы дано, у тебя там классный метаболизм, хорошо растает. А вот что будет с тобой через 10 лет? Ты будешь тем же самым арманом красавчиком, который быстро думает, там, если я... Нашет красавчик и темпера. За их почвы? Ну он так отметил. А, ну так отметил. Энадитата. После этого он стал наставником. Я заплатил 15 миллионов тенгена. И я поставил себе такую цель, я очень боюсь воды, не плаваю вообще. И в этом году моя цель Ocean Man покорить полтора километра, на второй год это пять километров, и на третий год 10 километров. Вот такую себе такую спортивную цель поставил. Потому что я заметил, что если просто ходить там на тренировки, то это как делать бизнес просто ради бизнеса. А когда есть вот конкретная цель, как и в бизнесе, да, там четко, в спорте тоже ты не можешь себе уже позволить не ходить или там в отпуск уехал не тренироваться. У меня осталось всего полгода, и мне нужно вот Копчагай проплыть полтора километра. Классно. Я в целом хотел бы зрителям ввести в курс, я просто думаю, что многие зрители еще не пришли к тому, чтобы выстраивать стратегию в отношении года, планирования и так далее. Естественно, ждут каких-то лайфхаков от меня, от гостей и так далее. я поэтому хотел бы показать, насколько это важно иметь определенную стратегию на год, потому что, смотрите, есть два типа жизни. Один тип жизни, когда случается событие, а потом ты думаешь, как на это событие реагировать, и после этого ты выстраиваешь свою линию поведения под событие. То есть, смотрите, сначала событие случается, потом вы производите оценку этого события, подгоняете свое мировоззрение под текущую ситуацию, которая сложилась, и потом выстраиваете себе такой определенный план выживания или адаптации к этому событию. И большинство людей это делают на автопилоте. Вы даже это не осознаете, но без плана не двигается никто. Вы думаете, что у вас нету планов, на самом деле у вас планы есть. Просто другой вопрос, что они у вас в голове, эти планы. Так вот, есть другой тип поведения, когда вы не смотрите на то событие, которое случилось, вы выстраиваете то событие или ту картинку мира, ту реальность, в которой вы хотели бы жить. И от нее уже назад планируете, какие действия нужно сделать, чтобы оказаться в том мире, в котором вы хотите. Поэтому, когда мы говорим про стратегическую линию поведения, мы подразумеваем вот этот второй тип. То есть не приспосабливаться и адаптироваться к тем событиям, которые случились уже. А подстраивать тот мир, ту реальность под ту, в которой вы хотите оказаться, в которой вы хотите жить. Поэтому планирование это очень важный инструмент выстраивания вашей будущей реальности, которая отвечает вашим целям и которая вам нужна. Теперь, с точки зрения детализации планирования, ну, в целом, если вам интересна система планирования, управления жизненной энергией и так далее, вашим вниманием и так далее, то у меня есть курс для этого специальный, называется «Кайзен планирование». Там уже больше 4,5 миллионов просмотров, можете посмотреть, это в бесплатном доступе. Ну, или курс там у меня на платформе образовательной. Так вот, смотрите, что такое стратегическая стратегия вообще на год? Есть люди, которые боятся вот этих подробных планов. Вот это, вот это. И многие люди говорят, некоторые недисциплинированные, а некоторые творческие люди. То есть, есть люди, которые называют себя творческими людьми. Это я шучу в специально каменной сторону творческих людей. Но на самом деле, смотрите, если вы не хотите заниматься вот этой рутиной планирования, то вы можете выстроить стратегическую взгляд, стратегическую линию. То есть, берете год и говорите, что в этом году я основное внимание буду уделять спорту. И либо, вот как ребята говорят, экспансию на внешнем рынке. Этот год посвящаем внешнему рынку. Либо, как она говорит, этот год я посвящаю семье какой-то. Поставьте себе просто, я еще называю облако интересов. Облако интересов это слова, которые вы все время будете держать в голове на протяжении всего года. Вы говорите, так, в этом году мои приоритеты подтянуть здоровье. Так, в этом году мои приоритеты больше уделять внимание семье. Так, третье, в этом году мои приоритеты отойти от операционных бизнеса. Все, три. Три этих слова вы будете весь год держать в голове и, соответственно, все ваши действия, все ваши планы, все ваши мысли будут автоматически подгоняться под эти три приоритета. Попробуйте, это очень просто, это совсем не сложно, для этого не надо заполнять какие-то подробные планы и так далее. Но в то же время это гораздо сильнее, чем просто облако желаний или лист желаний. Когда ты написал свои желания, сжег, бросил шампанское и выпил, но это полная чушь собачья, сразу вам скажу. здесь это более конкретный инструмент. Поэтому, когда мы говорим про стратегию на 2023 год, мы подразумеваем ту линию поведения, планируемую линию поведения, которую будет выстраивать весь ваш год. Это лайфхак специально не для тех, кто умеет планировать, а больше для тех, кто не хочет планировать, не умеет, не дисциплинирует. У меня просьба, попробуйте с стратегической линией поведения и увидите, гораздо легче вам будет принимать решение в течение года. Итак, так как у нас это предновогодний выпуск, я хотел бы, подводя к завершению, чтобы вы сказали свои пожелания зрителям, в целом, ваше отношение к планированию, еще какие-то есть лайфхаки, может, какие-то фишки вставить, и пожелания на 2023 год, и на этом будем потихоньку завершать. По традиции. По традиции. Начинаем с буквой А. Такой лайфхак, наверное, который я получил также от Марвлан Калич, это всегда цель держать перед глазами. Не важно, вы напишите это на бумажке или же стратегическую линию свою выстроите, но главное, во время вот этой суеты, когда год будет идти, то одно, то другое, то второе, то третье, все время напоминать себе, какую же цель я все-таки себе на этот год ставил. Я лично это делаю через то, что пишу большими буквами, это висит у меня в комнате или в офисе. Я все время себе напоминаю, так-так-так, что-то ты засуетился, что-то ты вот не туда идешь. Вот она цель, куда мы идем. И вот такой вот лайфхак я использую в своей жизни, он мне достался от моего наставника. Желаю вам на этот, в следующий год, самое главное, это здоровье, берегите свои семьи. Мы видим, что время, оно неспокойное. И самое главное, это наши родные, близкие. Давайте беречь наш язык, развивать его. И всего наилучшего на 23-й год желаю. Я, наверное, не знаю, лайфхак его очень много, очень много рассказывает, но, наверное, самое первое, оставаться всегда самим собой, быть тем, кем ты являешься, и не стараться оказаться ни на какие влияния, да, и всегда действительно идти к тому, что ты в душе сильно хочешь. То есть постоянно идти к своей цели, что бы ни произошло, какие ситуации, то есть всегда нужно дойти. И так как я очень люблю путешествовать, вот, благодаря Бакетлисту, планировала, кстати, забыла сказать. Бакетлисту, учет какой-то бакет. Благодаря Бакету. Вот, Эверетт и Берингмен. И очень впечатление, поэтому желаю всем, наверное, крутых эмоций, потому что действительно эмоции, это влияет на нашу жизнь, так как на стратегию, как мы настроены, да, энергии побольше, и добивайтесь своих целей. А нам за верхом отдыхать придется. Кто-то как-то отдыхает. На самом деле, Дина здесь очень важную вещь затронула. Дело в том, что если бы в нашей жизни не было бы эмоций, то это был бы карандашный набросок. Черно-белый карандашный набросок. Все, что красит нашу жизнь, это только наши эмоции. Поэтому в жизни коллекционируйте эмоции. Вот в этом плане творческие люди, они более яркие и богатые люди, потому что у них развито воображение, и они эмоционально реагируют на многие события. Эмоциональная реакция на многие события очень плохо влияет на принятие здравых, разумных решений. Но с другой стороны, она окрашивает нашу жизнь. Поэтому не увлекайтесь слишком тем, что там быть совсем здравым, умным, плановым и так далее. Не забывайте в это время проживать жизнь. Не забывайте. В конечном итоге мы все время что мы зачем мы занимаемся в течение всей жизни мы коллекционируем библиотеку наших эмоций. Поэтому Дина хорошо сказала. Программа очень классная. Это не реклама. Это просто я люблю путешествовать. Поэтому одному неинтересно. И действительно, когда группа интересных людей собираются, учитывая опыт Баги, Японии, да, очень классно. Поэтому благодарна. действительно то, что так получилось и на этот год запланирован. Твои пожелания? Пожелания действительно, как Арман сказал, самое главное здоровье. День салф результатов, целей, планов. Всего хорошего. Канар? Ой, ну, вашим зрителям я только пожелаю, не буду многословно, пожелаю любви. Пусть любви будет в следующем году больше. Пасло. Да, любовь победит зло. Желаю быть всем в тонусе. Вот, тоже, если взять последние три года или в целом последние, там, последние годы, и опять же, когда мы читаем книжки того же Насим Талеба, там, то есть, в целом, как бы, консенсус такой, что мир все дальше и дальше будет непредсказуемым, уровень непредсказуемости и контроля над жизнью, над событием, оно будет дальше расти. Вот, на примере той же Америки, допустим, за последний год взять там сотни тысяч людей остались без работы в сфере IT, где там вроде все растут, сотни тысяч стартапов умерли, начинают там банально криптобирж, заканчивая там сервисами доставки еды. Рынок там динамичный, поэтому там это, наверное, острее чувствуется. В этом плане, как бы, не надо ожидать какой-то, как бы, спокойности, то, что все вернется в круги своя, что потом жизнь станет тише, там, не знаю, там политическая обстановка станет лучше, да, то есть на фоне, на фоне того, что у нас там конфликт Китай-Америка или Украина-Россия, мы забыли, что там через границу у нас там Талибан находится, да, как бы, в этом плане уровень непредсказуемости, он будет дальше расти, в этом плане, как бы, единственная стратегия, наверное, это всегда нужно быть в тонусе, быть живым, ментально и физически в хорошем состоянии, чтобы, неважно там, в каком состоянии бизнес, неважно, в каком состоянии ситуация, обстоятельства вокруг, если ты живой и если у тебя там трезвый, хороший рассудок, там, как бы, все можно решить. Пожелания наши? Пожелания. всем хорошего тонуса. Спасибо. Спасибо. Но я, подытоживая наш гембо-подкаст, тоже хотел бы высказать свое не то что мнение, свой небольшой лайфхак. Сегодня буквально прочитал в Телеграм-канале такое хорошее высказывание, говорит, пока ожидаемое стучится в дверь, непредсказуемое, уже сидит за столом и пьет кофе. Так вот, смотрите, я исправил, вернее, дополнил это высказывание, оно очень красивое, хорошее высказывание, образное, я дополнил его таким образом, пока ожидаемое стучится в дверь, вы должны сделать так, чтобы ваше запланированное заняло все места и не оставалось места для непредсказуемых гостей. Поэтому планируйте 23-й год, невзирая на те события, которые произойдут, всегда следуйте своим курсам, потому что, когда корабль движется к своей цели, происходят и штормы, происходит и штиль, но это не значит, что корабль должен перестать двигаться к своей цели. Поддерживая точку зрения Амирхана, события с каждым днем только ускоряются. Мир в целом ускоряется. Если вы посмотрите, какой информационный вал валится на всех нас, то это информационный цунами поглощает всех нас и уменьшает нашу эффективность. А есть еще такой закон. Чем больше скорость, тем больше рисков. В целом общество, человечество сталкивается с информационным валом и сейчас все процессы двигаются очень быстро. То, что мы раньше месяцами согласовывали поставки там чего-то, одну встречу по телефону, два дня согласовывали, сейчас по WhatsApp мы с любой точкой мира или по телеграмму решаем все. Вот я до этого гемба-подкаста 4 часа провел в зумах. Зумы с различными людьми, партнерами из других стран и так далее. Все движется очень быстро. А когда все движется очень быстро, то риски нарастают. А раз нарастают риски, значит, будет все больше, больше непредсказуемых событий. А от того, что их становится больше, это не значит, что мы должны прекратить и перестать жить и перестать бороться. Я считаю, что мы должны научиться справляться с этим, а для этого мы должны работать над своей подготовленностью, мы должны выстраивать свою линию поведения, свою линию поведения. Как китайцы говорят, у корабля, у которого нет цели, никогда не бывает попутного ветра. Так вот, для того, чтобы у вас был попутный ветер, всегда выстраивайте свои цели, выстраивайте линию поведения, не поддавайтесь ни на какие изменения и непредсказуемости, которые случаются в вашей жизни, будьте неуклонны, стремитесь к счастью, не забывайте проживать эту жизнь и проживать эти эмоции. В конечном итоге наибольшую ценность имеет наша жизнь и то, как мы проживаем. На этом мы прощаемся. Спасибо всем нашим гостям. Спасибо. Спасибо всем организаторам, операторам и до новых встреч. Желаю вам удачи и успехов в 2023 году. Дорогие друзья, пользуясь случаем, позвольте мне вручить вам новогодние подарки от компании Мэрин Хэлс. Это то, что мы говорим сегодня много о здоровье и вот как раз в наших наборах есть частичка японского здоровья, долголетия. Хотел бы вручить вам. Это тот случай, когда вопрос не касается лечения болезней, а больше профилактики здоровья, что гораздо важнее. Вот такие вот у меня подарочки. Спасибо. Спасибо большое. Девушка, подарок нет, конечно. Мы каждый раз включаем кожу. Спасибо большое. Спасибо вам главное. Здесь такой набор на пакет. Очень красиво. Очень крутой блок от компании Мэрин Телс. Это такой бестселлер продукта Ашитаба из Японии. Здесь есть. Который как раз помогает справляться со всеми неблагоприятными ситуациями. Да. Вот такой вот набор от нашей компании. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.